В общем, друзья, вот короткое видео. Автомобиль Deon Ubiro. Мозги и обвес двигателя от Lanos 1.6. Проблема с зависанием холостого хода. Подключился к дроссельной заслонке. Ну, холостой ход гуляет, там полторы-две тысячи оборотов, когда как. Подключился к дроссельной заслонке. И вот чего показывает мультиметр. Минус на аккумулятор, плюс на ее центральный провод 0.94. А у нас должно быть не больше, чем 0.7. Вот сейчас вот я двигаю. Вот здесь датчик положения дроссельной заслонки. Ну и смотрите, как меняются показания. И саму дроссельную заслонку вот я двигаю. То есть датчик у нас, скорее всего, в полном порядке. Вот я нажимаю. Вот показания увеличиваются. И они, ну, немножко скачут из-за дрожения руки. Вот я еще дальше. То есть датчик, скорее всего, у нас в полном порядке. Проводка, скорее всего, тоже. Теперь, как же выставить? Я его, кстати, еще раз, да, снял. Ну, и вот, смотрите, показания 0.28. То есть сам датчик может выдавать меньше 0.7 вольт. 0.7 вольта. Поэтому нам нужно подпиливать вот это ухо. Ну, еще раз, вот это вот значение, да, на этих автомобилях надо ставить примерно 0.55, чтобы было. Чтобы это выставить, нам, соответственно, надо вот с этим датчиком разобраться. Поехали, пилим. Ну, пилить способов миллиард можете напильником, можете сверлом. Я напильником сейчас сделаю. Хотя дрель есть, но мне же надо чуть-чуть вниз его напилить. Вот так вот он встает вертикально. И вот здесь надо напилить. Сейчас напильником быстренько. Так, ну, то, что я там напилил, этого не хватает мне. Только на 0.7 я опустил. Ну, собственно говоря, я вот здесь вот сейчас вам покажу. Вот я болтик уже прикрутил. Чтобы было хотя бы 0.6 поставить. Тогда уже 0.65, ну, лучше 0.6. Потому что от 0.4 до 0.7 мозг воспринимает как закрытая заслонка. После 0.7 начинает срабатывать уже. То есть мне надо, вот смотрите, насколько повернуть. Я поставил ее. Она не прикручена. Показывает 0.27. Вставляем. Вот сейчас 0.45, но смотрите, насколько там муха уходит. То есть очень-очень даже серьезно. Вот 0.60, вот сейчас вот 0.55, 0.56 оставил. А там ухо ушло очень сильно. Так, я принимаю волевое решение. Я отпилю эти уши. Буду крепить, ну, или часть уха. Если нет, поеду за другим датчиком. Куплю бесконтактный. Если запарю или не получится. Маленький лайфхак. Вот этот же надфиль, вот этот, я вставил в дрель. И сейчас им я буду делать отверстие. Убирать стенку в отверстие. Итак, друзья, вот что получилось. Это попытка number one. Идем, ставим, смотрим. Так, ну вот я его поставил. Ну, опять-таки, максимум, что мне удается добиться, это 74.76. 72. Сверлим дальше. Друзья, еще придется поменять вот этот штатный болтик. На болтик с более меньшей шляпкой. Потому что вот этот, когда вставляешь, соответственно, он не пропускает. А вот эту вот саму штуку, ее лучше, конечно же, оставить. Потому что она защищает датчик от воды. Вот такой болтик я нашел в своем гараже. Он немножко длиннее штатного. Но его шляпка позволяет максимально его подвинуть. Ну, и держит относительно прочно этот датчик. Поехали. Дальше ставим. Вас ждет еще одна приятная новость. Этот болтик придется подрезать. Теперь я могу руку вот просовывать сюда. И регулировать напряжение. Выставляем 0.55. Вот так. И затягиваем. Потом заводим, проверяем. Смотрим, чтобы это не мультиметр нас разделал. Дроссельная заслонка открывается. 0.56 выставляется обратно. Все, поехали заводить. Ну, что же. Заводим. Так, сейчас настановку наведу. Вот. Включилось зажигание. С первого раза не очень. Что-то он пока не раздупляется. Так, а что, а температура холодный двигатель. Ну, интересно. Подгазнем. Ну, проблема ушла с большими оборотами. Просто, наверное, двигатель холодный. Странно так реагирует. Необычно. Как будто не хватает газа. А ну, пойдем сейчас послушаем, что там у нас. О, так он нормально заработал. Он уже не бубнит. Как видите, вот я теперь ее шатаю. Ничего не происходит. Возможно, упадет теперь расход. Скорее всего. Как-то вот не сразу единственное, что реагирует. Ну, мне пока нравится. Чуть-чуть упали 0,9. Это потому, что температура. Так, отсвечу. Кто-то говорил, что невозможность сделать должно датчика на таких машинах. Является то, что вы не можете с помощью педали газа поставить на холостых. Вот передача коробка, видите? Ну, в нейтрале, стоя на месте, вы не сможете поставить ножкой газ в размере, вернее, обороты в количестве 1,2-1,3. То есть, либо полторы и больше, либо вот так вот подскакивая, подгазовывая. Ну, а так, чтобы поставить и зафиксировать, это сделать невозможно. Вот у меня не получается. Так, ну, давайте еще прокатимся. Так, едем. Я тут по гаражам. Ну, блин, довольно-таки хорошо педалируется. То есть, есть хороший старт. Вот смотрите, даже чуть-чуть, ну, здесь просто горка была. Если вот на ровный хороший старт, вообще хороший. Мне нравится. То есть, машина стала работать немного по-другому. Но самое главное, посмотрим еще на расход. Ну, я думаю, что расход это дело уже такое. Вот смотрите, вот я остановился, раз они упали. Не плавно, никак. Вот я поехал, вот я качусь. И вот обороты на тысячи. Вот я останавливаюсь полностью. И вот обороты. Раз, упали. То есть, вот так это должно работать. Вот смотрите. Даже чуть-чуть прогребла, только что колесами. То есть, есть хватка, есть... Ну, я думаю, что все. Эту болячку я наконец-то победил. С помощью вот таких вот действий. Ну, посмотрим еще. Посмотрим на расход. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем пока. А ну-ка, давайте еще напоследок. Это был один завод. Давайте напоследок еще раз заеду. Вот они сразу подскочили до двушки. И упали на норму. Так должно быть. Вот именно так. Они должны падать быстро, немедленно. Вот так. Если вы катитесь, их должно быть тысяча. Если вы стоите, их должно быть 800. Не полторы, не 1200. А вот ровно столько. Если вы нажали на педаль газа, они должны вот так вот упасть. Тушим. Еще раз. Заводим. Должно быть около 2000 сразу оборотов. Потом они должны упасть. Все. Все работает хорошо. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok